Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Косенко, руководитель школы Сомелье Вайнстейт. Сегодня наша тема это Приорат. Ну и традиционно те вины, которые вы увидите в кадре, можно заказать у нашего партнера Elvine со скидкой 20% по промокоду ВайнстейтВидео. Испания это традиционная винодельческая страна, в ней очень много винодельческих регионов. И один из самых известных, знаменитых, это Dio Cu Priorat. De nominación, de aichin calificado. Пишется по-каталански, calificado начинается с буквы Q, и этим немного отличается от написания, например, Риохи. С точки зрения регламентации в Испании есть два очень суровых таких регионы, это Приорат и Риоха. И очень легко запомнить, Риоха к Мадриду, Приорат к Барселоне, это Каталония. И, собственно говоря, про Каталонию. Что же там с вином и почему Приорат так сильно известен? Приорат это регион, который расположен довольно высоко в горах. Там легко увидеть, опознать террасы и лозы, которые посажены очень редко. Соответственно, там очень сухо, очень жаркий климат. Все это вместе приводит к тому, что вина Приората это очень насыщенные, яркие, плотные. Как правило, превышающие 14% по алкоголю и почти всегда выдержанные в дубовых бочках. В Приорате делают вина как красные, так и белые. Но, опять же, с точки зрения цифр, 2100 гектар виноградников, из которых в лучшем случае 100 гектар заняты белыми сортами винограда. Ведущим черным сортом винограда в Приорате является Гарнача Негро. При этом очень часто помогает ей Кориньян. Но вообще Приоратцы любят ассамбляжи. И это очень легко найти вино, которое будет выполнено из ассамбляжа Гарначи, Кориньяна, Сиры, Каберне Савиньона, Мерло и еще немножечко Пино Нуара. Вот такие вот они, Приоратцы, любят соединять несоединимые. Разрешенных белых сортов тоже очень много, но ведущие это Гарнача Бланка. Да, Гарнача может быть и белый. Макабео, Педро Хименес, Вианье и многие другие используются для производства белых вин. Вина Приората выделяются щедрым южным характером. У них очень пышная, лакомая ароматика. В ней очень много зрелых, перезрелых красных и черных ягод. Это огромное количество сладких пряностей, это лакрица, это корица. Легко читается аромат дубовой бочки. Гвоздика, как правило, присутствует в аромате. Ну и во вкусе вина плотнотелые. Они очень подходят тем, кому нравится насыщенность и щедрость. Тонин высокий, как правило, кислотность средняя, но она отлично балансирует тонинность и отлично соседствует с яркой фруктовостью этих вин. История Приората очень интересна, потому что это регион, который умудрился от славы и популярности перейти в стадию неизвестности и забвения и потом воскреснуть как феникс. И к этому причастны вполне определенные люди, один из которых Рене Барбье, основатель компании Кло Магадор, который в начале 80-х купил себе виноградник и практически с нуля вышел на рынок и заставил всех поверить в силу Вин Приората. Ну и если вы хотите побольше узнать о регионах Испании и испанском виноделии, приходите к нам в Вайнстейд на лекцию в виноделе Испании.